Всем доброе утро! Начинаю новый влог, девочки. Начинаю его на улице. Я вам говорила, что я буду выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Нашла я селфи-палку. Мне будет удобнее держать телефон, при том, что я могу немножечко его отдалить от себя, для того, чтобы мы могли посмотреть, что у нас тут кругом, какие тут пейзажи. В общем, подумала я и решила, что я буду выходить на улицу, хотя бы ненадолго, хотя бы на полчасика, просто для того, чтобы пройтись и подышать воздухом. И немножко надо походить ножками-ножками. Поэтому я решила пройтись вот тут у нас по проулочкам. Давно я, кстати говоря, не спускалась уже сюда. Да, это Нижняя Александровка у нас. Вот. И сегодня дождик был ночью. Вот видите, я думала, машин нету, а машины, оказывается, есть. Сегодня ночью был дождик. И вот сейчас он прекратился. Но я посмотрела по прогнозу, что где-то через два часа дождь начнется опять, и он будет еще там несколько дней идти. Решила не тянуть время, чтобы под дождем с зонтиком не гулять. Пока замечательная классная погода, я решила выйти и пройтись, подышать свежим воздухом. Короче говоря, типа спортивная ходьба, что-то в этом роде. Потому что, девочки, дома воздуха не хватает, сквозняка нету. Я вам говорила, это уже в прошлом влоге, у меня было уже что-то такое, знаете, как нехватка кислорода. И я решила, что все-таки надо, надо выходить на улицу, дышать свежим воздухом. Это уже никуда не годится сидеть дома и не дышать вообще ничем. Ладно, не буду сильно вас забалтывать. Покажу, покажу что-нибудь, что-нибудь покажу. Ну вот смотрите, какие у нас тут красоты. Вот сирень, смотрите, расцвела, как здорово, красиво, да? Я сейчас спускаюсь вниз, и вот там, видите, желтый магазин. Вот этот желтый магазин, дочка моя во влоге как-то говорила, что вот раньше у нас ближайший магазин, еще давно-давно там, не знаю, в 80-е годы. У нас рядом с домом был только этот магазин. Никаких супермаркетов не было, но это еще такие советские времена. И вот самый ближайший магазин тогда был вот этот магазин желтый. Мы сейчас подойдем, посмотрим на него. И, кстати говоря, надо, может быть, зайти, если он работает, и посмотреть, что там сейчас продают, что там есть вообще. Тут дорога была такая проселочная. Сейчас тут уже заасфальтировали. Ну, чтобы не было слишком большого наплыва на проспект, потому что там бывают пробки. Поэтому решили здесь вот немножко дороги сделать так, чтобы здесь даже знаки пешеходные, видите, поставили. Ничего такого не было. Здесь было как деревня раньше, знаете, как проселочные дороги вот такие. А туда ниже, если спуститься, там уже дон. Мы спускались вниз, ходили туда купаться. О, этот магазин, он так и называется, желтый. Ну, раньше его называли желтый, потому что он был желтый, а он желтый и остался. Ладно, сейчас зайду, посмотрю, что тут есть. Так, ну что, по волне моей памяти. Здрасте. Здрасте. Сто лет не была уже в желтом магазине. Хочу хоть посмотреть, насколько он изменился после 80-х. Ну, уже изменился очень сильно, конечно. Но здесь все есть. Кто рядом живет, жить можно. И хлеб продаете, да? Хлеб, молочко. Молочко есть? И куда они у вас есть? Ну, прекрасно. Молочко, крупы. Все. Пиво, водичка, все. Рыбка даже есть. Хороший ассортимент. Ну, вот, я вышла с магазина. В общем, там есть ассортимент сейчас. Довольно-таки цивильненький, такой современненький. Небольшой, такой, можно сказать, даже сельский магазинчик. Хотя тут не село. Хотя, в принципе, как село даже, да? Вот. Вообще, честно говоря, девочки... Вот сирень, смотрите, какая красивая. Хотела раньше жить. В частном доме. Всегда мечтала в частном доме. А вот сейчас это очень актуально. О, а что это тут такое? Прием лома. И даже, вот, смотрите, стоит на крыше старенькая машина. Интересно придумали. А сирень какая пушистенькая. О, прям сиреневая-сиреневая. Спустилась я уже прямо низко. Наверное, слишком. Сейчас выйду на асфальтовую дорогу. И буду подниматься вверх. И вот, что я вам хотела сказать. Мечтала о частном доме. Сейчас это очень актуально. Вот я завидую людям, у кого частный дом. И они могут сейчас прекрасно выходить в свой собственный дворик. Дышать воздухом. И не задыхаться дома, как я. В своей коробке. А мы вот сидим в квартирах. Ну ладно, когда еще балкон есть. Можно там еще как-то устроиться. И посидеть на балконе. А за окном сильно не поторчишь. Да и потом за окном, знаете, тоже воздухи бывают неприятные. Поднимаются с нижних этажей. И дышать не очень. У меня такое ощущение, как будто я иду по деревне. Я вспоминаю сейчас прям свое детство. В детстве меня отправляли в деревню. К бабушке, к тетке. И вот там тоже вот такая тишина. Дороги проселочные. Вот идешь по переулку, тишина. Хотя тут машины немножко ездили. Видите, тут асфальтовая дорога. Вот я иду сейчас к проспекту. Сейчас можно подняться до самого проспекта. И, в общем-то, рукой подать. И это просто очень здорово, когда вот ты живешь в городе. У тебя рядом тут вот проспект, уже магазин и все. Весь центр и школа рядом, и все. Но ты живешь в частном секторе. Здесь тихо. Свой дворик, свой огородик. Супер, здорово. Но частный дом иметь нелегко. За ним нужен уход. Его нужно содержать. Если мужика нету, или если нету бабла много, чтобы заказать рабочих, если там крыша прохудилась, или что-нибудь, то тогда это будет очень тяжело, и не справишься. Вот я бы не справилась сама, если бы я жила одна в доме. А потом, мне кажется, что в частном доме одной жить все-таки страшновато. Мне бы там хотелось жить уже со своей семьей, чтобы дети там со своими семьями жили. Ну, чтобы они могли, конечно, уединяться, какие-то отдельные, может быть, сделать входы. Ну, чтобы это был общий дом, общий сад, верандочка в саду. Вот такие мечты. Смотрите, как каштан уже распустился. О, какой здоровый. Такие вот уже листья крупные. А вот цветочки, смотрите. Это петушки, да, вроде бы называются. Тут еще другие какие-то цветочки растут. А вот это что? Это шиповник, наверное, да? Вон она, сиренька. Девочки, понюхайте, как пахнет сирень. Красота какая! Ну, все. Я вышла на другую дорогу. И я уже возле дома. А вот смотрите еще, какая сирень. Ой, какая красотень! Девочки! А пахнет, как вообще здорово! Вот какая красивенькая! Вон там еще. Девочки, в двух метрах от куста стою. И пахнет просто нереально. Ой, как я люблю сирень. Не могу. Ну, вот я и вышла на проспект. В общем-то, недолго мне идти пришлось. Рядышком. Вот такой вот круг я сделала. Квартал обошла. И все. И вот она я здесь уже. Ну, в общем, девочки мои хорошие. Выгулила я 30 минут, как и планировала. А теперь я топаю домой. У меня даже носик немножко замерз. Но я зато надышала свежим воздухом. Я довольна. Девочки, я давно уже хотела приготовить слоеные пирожки. Вернее, пирожки с яблоками и слоеное тесто. Правда, я на этот раз купила слоеное тесто бездрожжевое. В прошлый раз я готовила с дрожжевым. Ну, вот посмотрим, как получится с бездрожжевым. Я думаю, должно получиться нормально. Просто я тесто брала для другого. А сейчас вот что-то захотелось мне сделать с яблочками и пирожками. Вот. И я беру 2 крупных яблока. Там по рецепту 5 яблок написано, но не крупных. Но у меня тогда еще даже начинка осталась. Поэтому я беру 2 крупных яблока. Я думаю, этого будет достаточно. А слоеное тесто вот такое в пачке продается в магазине. Вот такая упаковка. Полкило. 500 грамм. Ну, и еще нам для этого блюда понадобится сахар, корица, немножечко лимонного сока, 30 грамм сливочного масла. И все, по-моему, да. Ну, и духовка, соответственно. В общем, пока мое тесто будет размораживаться, я сейчас приготовлю начинку. Для начинки нам нужно сначала яблоки очистить от кожуры и порезать кубиками примерно по 1 см. нам нужно теперь яблочки сбрызнуть лимонным соком. Но, как оказалось, у меня лимона очень мало. И я могу это заменить лимонной кислотой. Значит, что я сделаю? Вот так вот чайную ложку без горки лимонной кислоты. Но если у вас яблоки кислые, то можно взять поменьше. Я, например, хочу поменьше взять. И столовую ложку воды. Кипяченой, теплой туда добавим. Все это размешаем, растворим и добавим в яблоки. Пока оно будет растворяться, минут, может быть, 5 постоит чуть-чуть, может, несколько минуточек, час. Значит, сюда еще нужно добавить сахара, столовую ложку. Вернее, 2 столовые ложки сахара мы тут добавим туда. Ну, вот так, без горочки. И чайную ложечку корицы добавим. Тоже без верха. Можно меньше. Но я думаю, пол чайной ложки даже хватит. Чайная ложка написана, но это будет многовато. Чуть пол чайной ложки. Вот я так ложу. Ну, вот лимонная кислота, она практически уже растворилась вся. Все, вот она уже растворилась. Я ее залью и перемешаем все это. Ну, а теперь я взяла сковороду, добавила туда сливочного масла 30 грамм. И выкладываем туда яблочки. Яблоки жарить 3-4 минуты, помешивая. Ну, а потом дать остыть начинке нужно будет. Яблочки выпускают сок, и это нормально. Вот они уже у меня, можно сказать, жарятся, тушатся. Уже минуты 2-3 прошли. Ну, сейчас еще одну минуточку, чтобы они немножечко мягкие стали. И выключаем. И дадим остыть. Ну, вот 4 минуты я где-то потушила. И все. Теперь я дождусь, пока они остынут, разморозится тесто. И потом уже будем делать, формировать пирожочки. Ну, вот тесто уже стало мягким, подразморозилось почти. Оно размораживается быстро, 20-30 минут. И сейчас мне это тесто нужно раскатать где-то пластом 2,5-3 миллиметра. Не очень сильно раскатывать. И каждое я разрежу на 4 части. Будет у меня 8 пирожков. Для этого мне нужна будет скалка еще и мука. Дальше я подготовила противень, застелила бумагой и включила духовку на 200 градусов. Ну, вот как видите, примерно вот настолько стал больше пласта раскатанный, чем вот этот. Ненамного. Теперь этот пластик разделю на 4 части. Раскатаю сейчас другой. И будем лепить конвертики. Ну, вот я начинку разложила по всем этим квадратикам. И теперь будем лепить вот такие вот треугольнички, как пирожки. В общем, каждый лепит как ему нравится. Лепите как вам нравится. Я просто залеплю конвертики и положу их на противень, на бумагу, на противень. Вот такие сделаю. В общем, девочки, вот такая красота у меня получилась. И все, я отправляю в духовку. Она у меня же разогрелась. Ну, и будем смотреть примерно там 15-20 минут. Ну, в зависимости у кого как работает духовка. Девочки, чуть не забыла обмазать яйцом. Яйцом надо обмазать сверху пирожки. Потом уже мы их в духовочку отправим. Чтобы они у нас были румяненькие. Ну, вот мои пирожочки готовы. Правда, у меня духовка неравномерно работает. Но ничего, здесь немножко бледненькие. Здесь чуть подрумянились. Но ничего не подгорело, все нормально. 20 минут я готовила. Сейчас я посыплю это сахарной пудрой. Оно немножко остынет. Можно будет кушать. Девочки, смотрите, какая красота получилась. Я присыпала сахарной пудрой. И вот такая вот красота. Надо уже попробовать. Девочки, ну как вы думаете, вкусные пирожки получились? Я думаю, вкусные. Надо попробовать. Уже прямо хочется. Ой, такая красота. Немножечко пораскрывались. Видимо, я недостаточно хорошо это залепила. Но, по крайней мере, ничего не вытекает. Это хорошо. Тесто приготовилось. Ммм, какая начинка вкусная. Яблоко с корицей. Давно хотела пирожки с яблоками. Наконец-то я их сделала. Я так довольна. Прямо классно. Ммм. С чаем или с компотиком будет супер. Супер. Такой вот на завтрак, это отлично. Скажите, опять соблазняю вас, да? Ну, возьмите, сделайте, девчата. Несложно. Это очень даже просто делается. И, кстати говоря, я боялась, что бездрожжевое тесто, может быть, оно какое-то будет не такое. Девочки, отличное. Что дрожжевое, что бездрожжевое. В общем, разницы нету. Слоечка такая с яблочком. Это лучше, чем в магазине сделать самим. Я думаю, туда можно любую другую начинку. Там, повидло какое-нибудь положить. Или, ну, любую начинку, которая вам нравится. Ну, а сейчас я сделаю себе чай и буду есть с пирожками. А на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok